МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте у здания больницы полицейские скрутили мужчину, который приехал к супруге. После операции мы выяснили, в чём причина задержания. Видео оказалось фейком. В соцсетях Сургута опубликовали фрагмент записи, на которой няня избивает ребёнка. И главу Белого Яра суд отстранил от исполнения обязанностей. В конце выпуска я расскажу, почему. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут. У самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. В соцсетях активно обсуждают видео, снятое у входа в приемное отделение Сургутской окружной клинической больницы. Конфликт произошёл между двумя мужчинами. Один из них в камуфляжной форме, схожей с обмундированием охранника, как выяснилось, гулял и увидел, что молодой человек якобы употребляет запрещённые вещества на территории медицинской организации. Позвать на помощь активист сразу не смог. Оказалось, что он глухонемой. Привлечь внимание настоящих охранников и прохожих ему удалось только жестами. Полицию же на место, пишут очевидцы в соцсетях, вызвал тот самый парень, которого и заподозрили в правонарушении. Так он хотел защититься от слишком активного горожанина. Однако сам в итоге и оказался в патрульном автомобиле. В запутанной истории пыталась разобраться, и супруга задержанного её привезли в больницу после операции. «Что происходит? Вы куда его садите?» «Помогите! Так-то! Что вы делаете?» «Куда вы его?» «Мужики, отпустите меня! Я адекватный!» «Ну, залазь тогда, разъедакватный!» «Мужики, отпустите!» «Алёка, мы после родов пришли! Вы куда его садите?» «Да мужики, вы что?» «И вы его не забираете! Это мой парень неадекватный! Вы серьёзно?» «Я не пойду ни в какую больницу с вами!» «Тебе надо в больницу!» «Я не пойду ни в какую больницу!» «Тебя должны осмотреть!» «Я не пойду ни в какую, пока они не скажут!» Журналисты телеканала Сургу-24 обратились в полицию за комментарием и выяснили, что события разворачивались у СУКБ 19 сентября. На месте работали наряды полиции и Росгвардии. По словам представителя пресс-службы УМВД нашего города, обоих участников конфликта доставили в отделение полиции. Позднее мужчину с активной гражданской позицией отпустили, а парню предложили пройти медицинское свидетельствование. Однако он от процедуры отказался. Ему выписали протокол за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Суд позднее определился с наказанием и отправил сургутянина под арест на трое суток. В соцсетях Сургута опубликовали фрагмент видеозаписи, на которой женщина избивает ребенка. Фигурантка, это предположили пользователи няня, нанесла мальчику несколько пощечин, после чего бросила на пол. Ролик длится не более 20 секунд. Им уже заинтересовались в полиции, начали проверку. Однако, по нашим данным, заявлений в правоохранительные органы от родителей по факту истязаний не поступало. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили в одной из групп видеозапись, где, предположительно, няня применяет физическую силу к ребенку. По данному факту, сотрудники ОМВД России по городу Сургуту проводят проверку. Позднее выяснилось, что ролик не более чем вброс. Это видео три года назад стало главным доказательством в суде Нефтьюганска по громкому уголовному делу. Удалось доказать, что няня систематически избивала 8-месячного малыша. Родители ребенка установили видеокамеру, заподозрив неладное, когда поведение мальчика изменилось. В июне 2018-го женщине вынесли приговор 3 года и 1 месяц колонии. Главу Белого Яра по решению суда отстранили от должности. Это связано с уголовным преследованием Елены Никифоровой. Информацию подтвердили в окружном управлении Следственного комитета России. Чиновницу обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий. Впервые уголовное преследование против Никифоровой сыщики инициировали в сентябре прошлого года. Ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Она якобы выделила муниципальные квартиры 17 жителям, не имеющим права на получение квартиры. В начале 2021-го Никифоровой инкриминировали превышение полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Проверка прокуратуры привела к выводам, что чиновница незаконно ввела в поселение режим ЧС, чтобы предприниматель не смог выполнить условия муниципального контракта по содержанию и ремонту дорог. Третье уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в конце января текущего года. Установлено, что инвалид неоднократно обращалась к Елене Никифоровой с просьбой провести техническое обследование дома на улице Фадеева и признать его аварийным. Осенью позапрошлого года износ здания превысил 70%. Однако сообщили в окружной прокуратуре и после этого экспертизу не проводили. Произошло это после вмешательства надзорного ведомства. Пока длится следствие должность руководителя поселка, временно займет заместитель главы поселения. В Югре водитель из Тюменской области пытался откупиться от инспектора ГИБДД Нижневартовские полицейские. На автодороге, ведущей в Сургут, остановили грузовик «КамАЗ» с закрытым госномером. При проверке документов 30-летнего водителя установили, что он лишен водительского удостоверения. В салоне патрульной машины нарушитель предложил полицейским деньги за то, чтобы не выписывать протокол. Стражи порядка предупредили его о возможной ответственности за дачу взятки. Однако мужчина продолжил настаивать и положил на заднее сидение автомобиля госавтоинспекторов 40 тысяч рублей. Дальнобойщика задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Максимальное наказание, которое теперь грозит подозреваемому до одного года лишения свободы. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова